добрый день дорогие друзья рада вас приветствовать на уроке по химии меня зовут оксана и тема нашего сегодняшнего занятия это кетоны давайте посмотрим что это за класс органических соединений это такой класс молекулы которого содержит карбонильную группу мы уже знаем с вами альдегиды молекулок которых тоже содержит карбонильную группу но в данном случае эта карбонильная группа связана с двумя углеводородными радикалами давайте посмотрим как это происходит собственно мы знаем да уже с вами что такое карбонильная группа вот например у нас муравьиный альдегид или метаналь или формальдегид и мы знаем что карбонильная группа это атом углерода двойная связь атом кислорода и свободной валентности атома углерода конечно же мы знаем что для альдегидов это один атом водорода до который связан с атомом углерода и углеводородный радикал теперь мы знаем также что для кетонов это два углеводородных радикала здесь у нас на слайде альдегид да поскольку у нас водород и еще один водород это вот остаток углеводородного радикала собственно но теперь мы еще знаем как выглядят кетоны кетоны выглядит таким образом, да, та же самая карбонильная группа, углерод-двойная связь, кислород, и два углеводородных радикала. В данном случае мы видим, что эти углеводородные радикалы одинаковые, это метильные группы. Кроме того, что они могут быть одинаковыми, они, конечно, еще могут быть разными, как, например, на этом слайде, да, здесь у нас метильная группа и этильная группа, да, которая содержит два атома углерода. Собственно, мы посмотрели на то, какими у нас бывают кетоны, как они выглядят, да, и теперь давайте поговорим немножко о номенклатуре, как строится название кетонов. Самая простая номенклатура, которую мы будем с вами использовать, это перечислить два углеводородных заместителя и потом добавить слово кетон, да, то есть вот это вещество можно назвать диметилкетон. Кроме этой возможности, да, назвать это вещество, существует еще одна, которая исходит из того, что вот у нас есть углеводородная цепь, да, углеродная, извините, цепь, несколько атомов углерода в ряд, и мы называем основную цепь и потом добавляем суффикс он, он, да, вот как в слове кетон, собственно, есть суффикс он, также и для каждого кетона, для каждого представителя этого класса мы будем добавлять этот суффикс. Таким образом, давайте назовем это соединение, мы видим, что здесь у нас три атома углерода, и мы видим, что это кетон. Для трех атомов у нас есть корень проб, да, поскольку все связи здесь предельные, то есть одинарные в углеводородном радикале, мы будем называть его пропан, и поскольку это кетон, да, то есть у него есть карбонильная группа, мы будем называть это вещество пропанон. После этого мы обычно указываем цифрой, собственно, на локацию вот этой функциональной группы, да, где она находится, у какого атома углерода, кому она принадлежит. Мы видим, что для пропанона, который приведен у нас на слайде, эта функциональная группа находится у второго атома углерода, да, то есть мы назовем его пропанон-2. Но здесь вступает в силу такой момент, что пропанона-1 не существует, да, поскольку если мы захотим карбонильную группу поставить в начало этой цепи, мы увидим, что наше вещество превращается в эльдегид. Собственно, в этом вот основной момент, да, потому что всегда у кетона должны быть по бокам два углеводородных радикала, всегда там по бокам должны быть какие-то другие атомы углерода. Собственно, мы рассмотрели с вами два основных способа названия, да, мы можем называть по углеводородным радикалам диметилкетон, то есть перечисляем углеводородные радикалы, добавляем слово кетон в конце, можем называть по юпак, называем основную цепь, добавляем суффикс он в конце и указываем место расположения этого, этой функциональной группы. Давайте все то же самое рассмотрим на еще одном примере. Мы уже говорили с вами, что здесь у нас два заместителя, и один из них метил, а другой этил, да, это два разных заместителя. Таким образом, первый способ наименования будет метил, этил, кетон, да, все это будет написано в одно слово, метил, этил, кетон. Второй способ наименования заключается в том, что мы пронумеруем основную цепь, добавим суффикс он, укажем место расположения функциональной группы. Это у нас бутанон-2. Собственно, да, опять же, вот эта двойка здесь не обязательно, поскольку даже если мы перевестим вправее, да, вот на один углерод вправо, у нас просто нумерация цепи пойдет с другой стороны, это все еще будет называться бутанон-2. И если мы переместим на край, то функциональную карбонильную группу, да, то это вещество автоматически станет принадлежать уже классу альдегидов, и мы будем называть его по-другому. Это будет бутаналь, да, это у нас будет такой альдегид. Поэтому это вещество называется либо метил, этил, кетон, либо бутанон-2. Поговорили с вами о новенклатуре, посмотрели, что собой представляют вообще кетоны, но не до конца. Это у нас общая формула кетонов, да, как я уже сказала, два углеводородных радикала и, собственно, функциональная группа, карбонильная группа. Два углеводородных радикала здесь отмечены как R и R1, да, соответственно, это говорит о том, что они могут быть не только одинаковыми, но и разными. Итак, давайте поговорим про ацетон. Мы уже назвали его сегодня с вами. Ацетон, он же пропанон, да, вот, собственно, тот самый пропанон-2, либо диметилкетон. И вот третье название, да, с которым мы не сталкивались до сих пор, но теперь мы знаем, как он выглядит. Простейший представитель класса кетонов – это ацетон, он же диметилкетон, он же пропанон-2. Давайте посмотрим, что он собой представляет по своим физическим свойствам. Ацетон – это бесцветная летучая жидкость, которая имеет характерный запах. Довольно часто можно в быту услышать запах ацетона. Он действительно характерный, немного резкий, он ядовит, да, то есть это токсичное вещество. И также для нас важно, что он является хорошим растворителем, который используется, в частности, в производстве полимеров. Вот, и в принципе, ацетон, как первый представитель класса кетонов, это довольно важное в промышленности соединение. Поговорим с вами о получении ацетона и кетона в целом. Первый способ получения – это гидротация гомологов ацетилена. Если вы помните, когда мы говорили об альдегидах, мы говорили, что в процессе гидротации ацетилена мы можем получать альдегиды. Вот в процессе гидротации гомологов ацетилена, То есть тех веществ, которые также имеют тройную связь, но имеют более чем 2 атома углерода в своей цепи С помощью их гидротации мы можем получить кетоны И второй способ получения это мягкое окисление вторичных спиртов Что такое вторичные спирты и как их можно мягко окислять мы с вами в дальнейшем рассмотрим Давайте начнем с гидротации гомологов ацетилена Эта реакция также носит название реакции Кучерова, как и реакция гидротации самого ацетилена Давайте посмотрим на нее Внимательно смотрим на реагенты, которые вступают в эту реакцию Здесь у нас есть гомолог ацетилена Как мы понимаем, что это он? Тройная связь, которая говорит нам о том, что вещество принадлежит к классу алкинов И больше чем 2 атома углерода Это говорит нам о том, что это не ацетилен, а какое-то более сложное соединение, у которого 3 атома углерода как минимум в цепи Далее, как мы понимаем, что происходит в гидротации Мы прибавляем воду Реакции присоединения воды называются реакциями гидротация Мы также говорили с вами уже об этом И реакция Кучерова, реакция гидротации ацетилена или его гомологов Она проходит при участии характеристического важного катализатора, из которого эта реакция не идет Это соли двухвалентной ртути Как это показано? Это показано тем, что под стрелочкой написан символ ртути, гидроргерум И в скобках степень окисления 2+, то есть это двухвалентная ртуть В качестве продукта реакции у нас получается ацетон или диметилкетон или пропанон Мы уже с вами знаем три его названия этого соединения Собственно присоединение происходит по месту расположения кратной связи У нас есть тройная связь Мы с вами помним из углеводородов, что вот эти связи, двойная или тройная, они всегда неустойчивы И стремятся что-либо присоединить, чтобы стать насыщенными, чтобы стать устойчивыми Собственно этой связи удается это сделать Мы видим, что углеводородная цепь получает предельное состояние Здесь все атомы углерода связаны одинарными связями И только в функциональной группе остается вот эта двойная связь углерода с атомом кислорода Таким образом, реакция гидротации гомологов ацетилена Как например пропина Вот тот реагент, который вступает в эту реакцию, алкин, он называется пропин И в результате дает нам пропанон В ходе реакции гидротации гомологов ацетилена у нас могут получаться кетоны Это способ получения для кетонов И давайте с вами рассмотрим еще одну реакцию получения кетонов Это реакция мягкого отнесления вторичных спиртов Важно посмотреть, почему этот спирт называется вторичным Вторичным он называется потому, что характеристическая группа спиртов Гидроксильная OH группа Она располагается не с краю, а где-то центральная У вторичных спиртов у них есть прямое определение, как распознать вторичный спирт Вторичный спирт это такой спирт, у которого гидроксильная группа Связана с атомом углерода, который связан с двумя другими атомами углерода Да, звучит так немного сложно, но давайте посмотрим на примере вот этого спирта, почему он вторичный У нас есть гидроксильная группа, она связана с атомом углерода И этот атом углерода связан с двумя другими атомами углерода Об этом говорит нам то, что справа и слева у него есть вот это вот R, да, углеводородные радикалы То есть здесь, например, CH3 и здесь, например, CH3 Или здесь C2H5, а здесь CH3, они могут быть разными также То есть вторичный спирт это тот спирт, у которого OH-группа не с краю, а посередине И атом углерода, с которым он связан, связан с двумя другими атомами углерода Такой спирт называется вторичным Итак, окисляя вторичные спирты мягко, например, используя оксиды меди Или медь, в принципе, как мягкий окислитель, мы можем получить кетоны Здесь приведена схема реакции, мы уже с вами знакомы с тем, что такое схема реакции Это когда реакция не записана со всеми коэффициентами и со всеми участниками реакции А в более упрощенном виде они часто используются в школьном курсе химии Потому что так просто проще получить представление о том, что происходит в этой реакции Итак, вторичные спирты в ходе мягкого отясления различными окислителями Это может быть оксиды меди, например Из вторичных спиртов получаются кетоны В принципе, довольно понятно, что здесь произошло У нас из спирта ушла функциональная группа спиртов И заместилась на функциональную карбонильную группу В общем-то, даже форма записи такая, что она нам позволяет увидеть, как это было Итак, мы теперь с вами знаем два способа получения кетонов Это мягкое окисление вторичных спиртов И реакция гидротации гомологов ацетилена, реакция Кучерова Давайте рассмотрим с вами химические свойства Здесь мы, собственно, рассмотрим только один тип реакции Это реакция гидрирования Реакции гидрирования, они же реакции восстановления Давайте посмотрим, что здесь происходит У нас есть альдегид или кетон Это реакция такая общая для обоих этих классов И восстанавливая его, мы можем получить спирт Этот спирт будет либо вторичным, если это был кетон Либо первичным, да, то есть где OH-группа будет с краю Это называется первичным спиртом Либо первичным, если у нас был исходным веществом альдегид Собственно, в случае, если наше исходное вещество альдегид То один или оба вот этих вот R, да, углеводородных радикалов Замещаются на атомы водорода В случае, если у нас кетон То там, где R, там существуют настоящие углеводородные радикалы Например, 20CH3, да, или C2H5 22H5 Или CH3, C2H5 Они могут быть разными, могут быть одинаковыми Соответственно, какие углеводородные радикалы у нас были здесь Да, или если это не углеводородные радикалы А это альдегид, тогда у нас были Атом водорода и углеводородный радикал Такие же будут и в продуктах реакции, да В том спирте, который у нас будет получен Также важно вспомнить, что реакция восстановления Или реакция гидрирования происходит с участием катализатора Которым является никель Также эта реакция происходит при нагревании И под избыточным давлением Мы познакомились с вами с классом кетонов Мы узнали, как выглядит карбонильная группа для класса кетонов Какие углеводородные радикалы могут располагаться рядом с ней Мы с вами узнали об ацетоне Что у него есть альтернативные названия Что у него есть некоторые физические свойства Рассмотрели способы получения кетонов И также рассмотрели химические свойства В частности, реакцию гидрирования Спасибо за внимание и до встречи